Итак, друзья, смотрим очередной бой с турнира Варваров. Фракция у нас сегодня Ицены. Продолжаем смотреть за Иценов. Как у нас проходят игры? Мой бой против игрока Ислана Эсера Топтен. Я играю за Иценов, он, соответственно, за Арвернов. Давайте на замедление смотреть, что я взял. Я взял 6 мечников, хотя по правилам можно 8. Ну, почему 6 мечников? В лобовом столкновении мои мечники сливаются мечником Арверна. И поэтому я не видел особого смысла именно брать максимум мечей. Я хотел попробовать именно от колесницы, попробовать сыграть, попробовать что-нибудь нарезать колесницей. Плюс сделал 4 кавалерии. Достаточно много для пехотного противостояния. Ну, сделал такую ставку, не знаю. Итак, 3 отряда элитных мечников, отважное знать, и 3 отряда, как они называются, отряда избранных мечников, да. То есть, 6 мечников, копейщики. У меня отряд копейщиков, они средняя пехота и крестьяне-новобранцы тоже по 3 штуки. Каждого кавалерии 4 отряда всадников-ветеранов. Ну, и само собой у меня колесница, вот она, Иценская. Что взял Тоттен из СССР? Присягнувшие, избранные мечники, избранные мечники, избранные мечники. Видите, Тоттен тоже взял не 8 мечников. То есть, у него, получается, вместе с генералом 3 присягнувших и 3 обычных мечника. То есть, у нас, получается, по мечам 6 на 6. Здесь по кавалерии у меня перевес, у него 2 отряда тяжелых всадников, но его кавалерия, конечно же, более мощная, чем вот моя конница. Дальше по копейщикам, у него очень хорошие копейщики, избранные копейщики. Крутые ребята. Обычный копейщик, один на фланге. И дальше по центру избранный копейщик, избранный копейщик, избранный копейщик, избранный копейщик. И обычный копейщик. То есть по пехотной линии, если так брать, то получается у Тоттена перевес очень серьезный за счет наличия у него вот этих вот элитных избранных копейщиков с неплохими показателями ближнего боя, с 72 защита в ближнем бою. То есть мои копейщики здесь просто возьмут за щеку и даже не задумываются об этом, потому что ну просто элитнейшая копия у Арвернов в этом бою. То есть у меня вообще никаких шансов нету в пехотной зарубе и я здесь решаю попробовать сыграть тактикой, которая очень часто применяется в последнее время, называется на ножке Ассерора. Решаю попробовать создать тебе локальный перевес на одном из участков фронта и здесь мой противник совершает ошибку, он выводит вперед, посмотрите, мечников. Вот раз, два, три, четыре, мечники выдвинулись вперед без поддержки копейщиков. Вот эти элитные копейщики, они должны были заходить первым темпом, гасить натиск моей пехоты, вырубать моих копейщиков и дальше вторым темпом должны были заходить элитные мечники уже Арвернов. Но этого не делает мой противник, он выдвигает вперед своих мечников, ну и я собственно говоря этим пользуюсь и иду в столкновение пехоты на пехоту и здесь выезжает моя колесница, тачаночка моя. Вот видите, она здесь каким-то, блин, построением в колонну, не знаю, так получилось, как-то неудобно, был этот момент ее выстраивать как-то нормально, я спешил ее, нельзя, кстати, забыл сказать про стрелков, кельтские юноши, кстати, он взял все-таки, да, кельтские юноши, вот один отряд копей-метателей, наверное, что-то предполагал, увидит у меня в составе здесь, мой противник колесницу, циклически-начитески, как говорит Дэви, вывожу из боя отряд избранных мечников, который под присягнувшими очень сильно просел, и завожу здесь отряд отважной знати, колесница сделала уже 50 фрагов, она проехала один раз через присягнувшего и один раз через копейщик, ну, лобовое столкновение, где-то оно мне здесь абсолютно выгодно, здесь у меня локальный перерез, 2 в 1, мои парни здесь убивают просто присягнувших, а мой противник абсолютно как-то на это вяло реагирует, понимаете, уже идет второй заход колесницы, и ценская, но она сделала всего лишь навсего, блин, 50 фрагов, колесница понта или селивкидов, она сделала бы уже, я не знаю, под 200 фрагов за два захода, стоит у меня фланг, мне особого смысла его нету, как-то двигать туда-сюда, отважная знать, плюс отряд избранных мечников против двух отрядов избранных мечников, они здесь, конечно же, перерубят, а Арверну я могу здесь позволить себе расслабиться и особо сильно не париться, и, собственно говоря, этим я и занимаюсь, идет на второй натиск отряд избранных мечников, но он очень сильно просел, судя по всему, попал он как-то под этих самых пельтостеров, или под натиск присягнувших, но просел он очень сильно, тыловые натиски здесь, моей кавалерии по копейщикам, дальше завязываю боем я здесь отряд тяжелых всадников и колесницей катаюсь, по ним колесница сделала уже 105 фрагов, и дальше я проезжаю здесь по центру, помогаю своему генералу, и здесь я уже расслабился, на самом деле, вообще кардинально, и здесь я решил посмотреть, сколько же сможет нарезать моя колесница, поэтому особого внимания тому, что делает моя пехота, я уже не уделял, потому что, ну, на самом деле, абсолютно очевидно здесь было, что, ну, свой шанс, безусловно, мой противник потерял реализовать свой перевес в пехоте, потому что отдал он своих мечников абсолютно, без серьезного сопротивления какого-то, и просто я здесь решил поставить рекорд колесницей, и сделала она уже 133 фрага, постепенно, не спеша, я здесь завожу вот эти вот войска, особо ими не управляю, и преимущественно пытаюсь контролировать свою колесницу, чтобы она показала побольше фрагов, кстати, да, здесь кельтские юноши у орленов сделали 50 фрагов, достаточно неплохо для этого отряда, один заход колесницы в тыл, и дальше я ее вывожу, она еще даже не успела прорваться через строй, я ее уже вывел, протаскиваю ее вот здесь на вот эту вот кучку, основные войска здесь собрались у арверного остатка, и заход 215 фрагов, мощные натиски, кавалерии в тылы, колесница моя прорывается, сделала она здесь уже, 233 фрага, ну, здесь замигали в центре мои парни, ну, посмотрите, вот это все стоит, я абсолютно это все не контролю, просто пытаюсь побольше фрагов сделать колесницей, и она реализует себя, 140, 240 фрагов она уже сделала, посмотрим, что она покажет, я даже думаю, может сделать какой-нибудь приз игроку, который сможет нарубить больше всего фрагов колесницей и ценов, иду еще на округ по генералу, и здесь уже 256 фрагов сделала у меня колесница, да, 260 фрагов, 270, интересно, смогу я побить цифру 300 фрагов, нет, не смог, ну, что ж, давайте посмотрим на цифры, начнем с арвернов, ну, ничего здесь особо выдающегося не показала армия, особо отметить здесь некого, но вот капельтостер 65 фрагов сделал, замечательный результат для этого отряда, судя по всему, он как раз таки откинулся по одному из моих мечников и неплохо его просадил, в целом вся армия, тот она сыграла на одном уровне, у меня, ну, хорошо сыграли мечники элитные, да, генерал живой, 90 фрагов сделал, 156, второй, 209, другой, ну, а вот, кстати, средние мечники провалились довольно-таки существенно, 85, 79, 39, вот то, о чем я и говорил, когда я начинал запись этого видео, что в противоборстве мечников в лоб в лоб у меня шансов против арвернов здесь нет, ну, не у меня, а, конечно же, у иценов. Копейщики, в принципе, неплохо, но большинство из них живы и могли дальше показывать неплохие цифры кавалерии, ну, она особо даже не играла, просто стояла, ну, и колесница 274 фрага сделала. Вот такой вот бой у меня получился против иценщиков, давайте будем проводить такой конкурс, посмотрим, чья колесница сможет больше всего сделать фрагов и дадим этому игроку в свиту на клан комьюнити колесницу как лучшему, не знаю, как назвать этот конкурс, чтобы так было правильно. Лучшие, лучшие. Ну, в общем, придумаем название этому конкурсу там в дальнейшем и напишем на форуме. Ну, ладно, друзья, всем спасибо за внимание, с вами был Гамиль Карбарко. Лайк, подписка, турнир варваров продолжается, смотрите, наслаждайтесь боями, до скорых встреч.